Ребят, всем доброе утро! Сегодня мы с Андрюхой отправляемся в поход. Но это не обычный наш семейный поход, а с его спортивно-духовной, можно даже сказать, секцией. Обо всем узнаете совсем скоро. Почему я сказал про духовность? Потому что спортивная секция Андрея находится при храме Рождества Христова, что рядом с нашим домом. А вон впереди уже и погрузка на наш будущий маршрут. Борисовский, Гороздов, Бойко. Так, тревога. Севастьянов, Бойко. 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 Я все показываю. Вот зажигалка с бензином уже аккуратно. Бойко. Да, да, да. Все здесь есть. А когда это будет выдавать? Это? Это кто-то заслужил. Подержи пожалуйста удочку, я привезу крючок. Вот раз, два. Оружие либо на ножни. Ребята, сейчас не перебиваем, слушай меня внимательно. Мы приехали сюда в гости. Наша задача здесь разбить лагерь, поставить палатки, пообедать и выдвинуться. Так как мы здесь в гостях, ребята, вот я подбираю, видите, бумажки, фантики, уже несколько раз подобрал, пакетики. Ничего здесь не разбрасываем. Если у вас есть мусор, вы складывайте пока в карманы, я потом дам водную, где находится мусорка. Будем складывать цимперализованных в одно место. Договорились? Да. По деревьям, которые здесь растут, пожалуйста, лазить не нужно. Если кто-то захочет на деревья полазить, мы пойдем с вами в поход, выдвинемся уже за территорию. Там с разрешения, я вам разрешу, куда-нибудь залезьте, хорошо? Здесь ничего не ломаем, палки не ломаем, не срываем, потому что здесь все находится, это не в нашем владении. Мы здесь в гостях. Деревья, это как мебель, которую тоже нельзя без разрешения трогать, ломать. Здесь есть плодово-ягодные деревья, которые тоже не нужно ломать. Они принесут плод, люди, которые здесь живут, будут ими питаться. Вот, возможно, и мы что-то, да, там нас угостят. Поэтому надо здесь аккуратно, с уважением, ладно? Чтоб не последний раз мы сюда приехали. Давай сюда. Все, все. Все, короче. Давай вот так попробую. Аккуратненько. Раз, два. Горь не беда. Да за ним, где у кого слезы ест. Раз, два. Горь не беда. Стать за ним, где я по слезу ест. Интересное мыло. Клади. Все, мочи руки. Мочи руки. Дверь? Да, мочи. Засовывай. Куда? Ну, засовывай, и все. И мыль. Убирай. Глеб, Глеб! Само что-то есть? Я идет. Какое вот интересное мыло. Камни скольки на мокрые камни не наступайте, а то вас унесет течение. На мокрые камни не наступайте. На мокрое не наступайте. Дай-ка, брат, тебя ждать Есть, Семен? Когда вы сейчас таким видом поднимаетесь? Вниз, рак! Леша, колени убрали По команде «Заря» Два! По команде «Заря» Два! Быстро строимся! Раз! По команде «Заря» Два! Быстро строимся! Я прямо на подачах хочу сказать об игре Игра будет напряженной Главное, очень жесткой Болейте на нас Презаря – съм combined Заря – さ ihren Р�я – сыпая Сам суни жoph幕 Два! Про史е ангелы По команде «Заря» Студен – боя Приакт Humanам По команде «Заря» Такita Пошла, пошла, пошла! Дайте хлеб! Прощать и любить! Аминь! Ноги на коленочке положили! Прощай! Ты меня не бойся, я тебя не бойся, я тебя не бойся, я тебя не бойся, я тебя не бойся! Ура! Хорошо, у нас Андрей впереди, он младший, так что на него ориентируемся. Очень скользко, вот здесь очень скользко. Хвост успевает прием? Беремся, беремся, не надо его больше друг к другу, и аккуратно проходим. И нацепался, и все. Мы прямо под пещер. Могушка, земля! Могушка, берем! Песня же, веселейте! Сюда, спускайся! Песня же, веселейте! Думаю, стоит добавить свои комментарии к этому видео, дабы ответить на некоторые сложившиеся в вашей голове вопросы. После восхождения на водопад Исиченко мы вернулись в лагерь, успешно разобрав его, отобедали и направились пешком в сторону Гуамского ущелья. Кстати, на 30 детей было пятеро взрослых, включая меня. К сожалению, не все попали в кадр, так как снимать разбегающуюся малышню и при этом ее контролировать не всегда удавалось. Я шел впереди, так как знал этот маршрут, и каждые 6 человек у нас был взрослый с рацией для связи с другими и для успешного контроля всех детишек, чтобы наша поездка прошла не только увлекательно, но и безопасно. Кстати, ни один из 30 детей даже не поцарапался. Я считаю это феноменальным. Конечно, отдельно стоит упомянуть и дисциплину участников похода, которая выработана благодаря тренировкам под руководством Алексея. Ну а завершилось наше приключение. Вот в таких вагончиках паровозик дотащил нас до самого Гуамского ущелья. Следующий выезд нашей секции пройдет уже зимой и будет посвящен он верховой езде. Что ж, спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и всего вам доброго. Ну что, парни, это было круто! Да!